Выключаем питание принтера и вручную разблокируем каретку. Для этого нажимаем на язычок блокировки каретки и отодвигаем ее вручную. Открываем крышку сервисного отсека, убираем ее в сторону и снимаем трубки слива чернил из помпы. Этот узел может выглядеть так же по-другому. В данный момент помпа полностью освобождена и может быть снята. Для полного освобождения помпы осталось отключить разъем питания шагового двигателя и выдернуть отсюда разъем датчика. Каретка крепится к раме на 4 винта. Сама же рама крепится к корпусу принтера на 6 винтов. Откручиваем их, чтобы освободить каретку и раму. Можно отодвинуть раму на себя вперед. И аккуратно извлечь парковку с ее подрамником. Парковочная станция крепится к подрамнику на 2 винтах. Помпа крепится к подрамнику на 3 винтах. Также необходимо дополнительно отпустить саморез, который крепит к помпе ведомую шестерню. Для удобства последующей сборки снимаем стопорное кольцо с передаточной шестерни. Снимаем стопорную шестерню и ведомую шестерню. Отсоединяем трубки помпы от капы. Оригинальная парковочная станция по ее передней части фиксировалась на направляющих. Вот в эти два отверстия наша парковочная станция будет прикручиваться здесь винтами. Обратите внимание, где находится разъем датчика положения вайпера. Потому что при установке нужно будет исхитриться, защелкнуть сюда ответную часть. Вот здесь находится пружинка, подпирающая свайдеры вайпера. Не потеряйте ее. Демонтируем помпу. Раздвигаем его в крайнее правое положение. Плоскость, по которой двигается вайпер. А также плоскость, на которой будет устанавливаться парковочная станция. Также можно убрать остальные наросты. Тщательно очистите данный выступ, так как он является направляющим штифтом при установке подрамника в раму парковки. Необходимо извлечь старый вайпер из его свайдера. И при этом хорошо вычистить свайдер от остатков старых чернил. Чернил имеет консистенцию застывшей жевательной резинки. Поэтому самый оптимальный способ это вышкрести их какой-нибудь небольшой плоской отверткой. После установки нового вайпера в его свайдер, приступаем к разборке переслетического насоса. Для этого необходимо выкрутить вот этот вот саморез. Обращаем внимание, как расположен зубчик, ограничивающий шестеренки. Вот в этом нижнем просвете. При установке помпы он будет находиться слева. Извлекаем внутренности помпы. Корпус помпы будет использоваться просто как несущий элемент для датчика положения вайпера. Поэтому полностью разбираем перистатический насос. Извлекаем из него все компоненты и оставляем только шток. Тщательно отмываем шток и шестеренки. Устанавливаем вал помпы в свое место, предварительно смазав и попав по замку в ответную часть. Смазываем и устанавливаем на место шестеренку. Обращаем внимание, в каком месте находится выступ шестеренки. Наносим смазку на рельсу слайдера и устанавливаем его на место. На место пружинку. Наносим смазку под привод слайдера. Пружинка должна заскочить под этот выступ. Оттягиваем пружинку. Заводим ее под выступ. И устанавливаем на место. Насос парковки. И сразу же закручиваем саморезом. Аккуратно изгибая, ставим на место усик привода слайдера вайпера. Ставим, чтобы пружинка встала на свое место. И закручиваем третий винт крепления насоса. После этого устанавливаем ведомую шестерню и передаточную шестерню. Вращая передаточную шестерню, убеждаемся, что исправно работает привод слайдера вайпера. Наносим небольшое количество смазки в механизм привода слайдера. Вынимаем из новой парковочной станции слайдер капы и устанавливаем ее в подрамник. Обращаем внимание, что по задней части есть вырезы, которые должны попасть на выштамповку резьбы. Продолжение следует... Устанавливаем на место слайдер капы. И наносим немного смазки. Аккуратно разделяем шлейф на отдельные провода для удобства зачистки. Подсоединяем один крайний провод. Подсоединяем сюда красный провод от помпы. И тщательно изолируем. Провод от помпы подсоединяем под любой болт для надежного соединения с массой. Сборку парковки начинаем с подключения датчика положения энкодера. Устанавливаем подрамник и наживляем два задних винта. Пропускаем провода и трубки вниз. Надеваем трубку на тройник капы. И устанавливаем раму парковки. Центруем ее по направляющему штифту. Не зажимая вот эти четыре винта, прикручиваем раму корпуса принтера. Обжимаем все винты. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Соединяем шлейф питания шаговодвигателей и помпы. Продолжение следует... Снимаем с помпы защитные копачки. Продолжение следует... Выход из капы подсоединяем на вход помпы согласно стрелке. Продолжение следует... Продолжение следует... Задвигаем на место печатающую головку. И убеждаемся, что капа попадает прямо по подюзной площадке. Продолжение следует... Запускаем прочистку и убеждаемся, что она исправно работает. Продолжение следует... 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 Не забываем вручную протирать вайпер после прочисток, потому что в этом принтере отсутствует автоматика его очистки. Продолжение следует... Делаем тест-дюс. 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 сюда. В общем, свобода действий здесь есть. И еще есть одна регулировка непосредственно в железе самого принтера. Но там очень сильно нужно разбирать саму проколочный механизм, чтобы ее подвинуть. Почему вот именно сделаны все регулировки здесь вот на капе? Потому что на разных принтерах по-разному немножечко выставлено железо само. Так, по замене капы. Капы меняются стандартно, как и все любые. Нужно вытащить ее, вытаскивается она без снятия рамы. То есть раму вы ставите в свой железо один раз и больше не трогайте. Чтобы заменить капу, нужно отсоединить трубку от помпы, чтобы это не мешало вытащить всю конструкцию. Она здесь держится на пружине. В данный момент снимаем пружину. Вот так вот. Откручиваем три болтика и меняем капу на новую. Капы бывают двух разных видов. Мы по камере видели двух разных видов. И сам наш слайдер, он сделан универсальный, подходит на оба вида. Отличаются не тем, отличаются не рисунком внутри. Здесь будет рисунок либо под одну пружинку, либо под три пружинки. Ну, вернее, под две пружинки. Но используется все равно одна центральная. Они немножко различаются диаметром патрубков выходящих и размерами шляпок, балпов. По смазке. Вот эту часть вот желательно смазать, потому что сюда неизбежно будут скапы затекать чернила. И чтобы не клинило и не становилось движение хуже, сюда нанести смазку. Эта смазка будет препятствовать затеканию и загустеванию чернила. То есть там, где есть вот такая смазка консистентная, чернила на ней не засохнут. Они будут рядом, там, где угодно там, да. Но сам непосредственно узлу скольжения будет работать исправно. При любом подозрении, то что тяжелый ход получился, пролить это прямо, взять, пролить растворителем со шприца, чуть приподнять ее и здесь вот хорошо-хорошо, густо-густо намазать смазкой. Но в принципе, при нормальном уходе, если там принтер не заброшен полностью, то, как правило, в суббассе намного чернила не натекает. Но иногда бывает, отсюда подтекает при распарковке. Но дело в том, что здесь стоит усиленная помпа и она намного более качественно сосет. У Эпсона родная проблема была то, что когда он открывался, у него за счет того, что обратный цикл, там все это дело, короче, помпа включалась на отсасывание капа на очень маленькое количество и здесь постоянно много собиралось жидкости. Сейчас этого не будет, она всегда сухая абсолютно. Чтобы ее одеть, когда она стоит на принтере, вот это если у нас жестко стоит, нужно сначала сюда завести пружинку. Вот она цепляется за этот болт, вот так вот. Нужно сначала завести пружинку, потом не стесняясь, не стесняясь вот так вот оттянуть ее, то есть это у нас в принтере жестко стоит, закинуть в трубку и теперь вот завести сюда на этот болт. И тогда вот ее можно легко поставить. Единственное, что придерживая вот эти вот направляющие прокладки, вот, тогда можно легко поставить. Как определить, насколько правильно попадает капа, конкретно подголовку? Нужно маленькое зеркальце и вручную запарковываете, чтобы она вот так запарковалась, и потом, когда отводите, на голове остается отпечаток, поэтому отпечатку можно визуально оценить, попадает капа или нет. Но естественно, по работе помпа, то есть если она будет засадь чернила, то она хорошо выпадает. Но в данном случае, даже если она не выпадает, за счет того, то что помпа более высокой производительности, она ее сама немножко герметизирует, подсасывает, и все равно как бы прокачка идет. Но при этом, если не будет правильно сбазирована по Y, вот так вот, да, на скапорок, то на тесте DUS мы увидим, на крае тесте DUS мы увидим много выпавших DUS. То есть если у нас вот тест DUS вот такой, грубо говоря, есть, да, вот ровненький, да, если у нас участок вот этот выпадает, это говорит о том, то что на это место в головке, конкретно вот на это место в головке выпадает резинка, и резинка закрывает DUS, то есть нам нужно всю конструкцию сместить сюда. То есть вот эту прокладку переставить сюда, и вот эту прокладку отсюда переставить сюда, это если такое сильное несовпадение. Но, в принципе, она вот в таком положении, в нейтральном, центральном, должна стать практически идеальной. Если вдруг какие-то непопадания, мы всегда на связи, полно любые консультации, звоните, не стесняйтесь, все поможем, все объясним, все расскажем.